В конце прошлой недели Совет Кассы по безработице выбрал нового председателя, а им стал глава Центрального Союза профсоюзов Пепп Петерсон, которого мы и приветствуем сегодня в нашей утренней студии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте для начала поясним, чем занимается Совет, чем занимается правление. Управление, наверное, все-таки полномочий больше. Так на что вы, как председатель Совета Кассы по безработице, сможете влиять? В общем-то, мы все-таки решаем, кто будет вообще в правлении. И только что мы это занимались, собирали новые идеи, что наши люди ожидают от Кассы по безработице. И вот оттуда уже начинали подумать, кто лучше этих идей может... Воплощать в жизнь. Да, в жизни. И вот решили, что действительно правление работало довольно нормально. И мы решили, что они могут это как бы идти дальше. Следующие, по-моему, это было 4 года. И, конечно, идей было много. Это значит, что и Совет должен все время соблюдать, эти идеи идут в жизни или нет. Так что у нас это как бы роль есть. И, конечно, наша ответственность есть в том, что действительно как бы показать, что, скажем, люди, общество хочет, или что ожидает. И все время принести это. И спрашивают, оправданно ли мы это как бы сослужим наших людей. Когда выбирается председатель Совета Кассы по безработице, то мы так поняли, что это все идет циклично. То есть сначала идет представитель от профсоюзов, потом представитель государства, и затем уже представитель работодателей. Три года назад вы уже занимали пост председателя Совета Кассы по безработице и совмещали свою деятельность с профсоюзной. Каким образом вообще взаимодействуют эти две организации? У нас система такая, что Касса по безработице не совсем государственная организация. Это как бы немножко отдельно. И тут действительно есть, это не прямо под правительство, не прямо под министра по труду, а действительно это как бы отдельно. И в Совете действительно сидят и правительство два места, после УЗУ два места, и тогда еще работодатели. И вот это как бы трехстронно. Мы это все решаем, все самым вестительным. И у нас есть такая система, что действительно это по кругу идет. Это тоже место председателя Совета. В порядке ротации. Да, только что был Осиновский. Наверное, следующий через код будет там Томас Томзер, это работодатели. Так что мы все время занимаемся. Так что, и конечно, поэтому скажем, что если бы я ушел из профсюзов, так я не смог бы быть председателем в Совете. А какое наследство вам оставил Осиновский? Как вы оцениваете его работу на этом посту? У него были очень хорошие идеи, но увы, как бы требования. В том числе, мне очень нравится то, что первый раз мы начинали спрашивать статистику, не просто так, сколько людей нашли себе работу, и как быстро. А начинали этот вопрос задавать таким образом, что как русскоязычные получили, как люди постарше, или молодые, или как, скажем, женщины, мужчины. То есть дифференцировали эту статистику? Да, дифференцировали, начинали это как бы собрать по-другому. Это значит, что уже у нас есть, мы знаем, где больше, конечно, от жизни мы все равно это знаем, что русскоязычные меньше или как бы медленнее найдут себе работу. То есть женщины, кстати, даже не очень меньше, только один процент меньше, как бы, или... По сравнению с мужчинами, да? Да, с мужчинами. Так что, но все-таки мы знаем, что по средним женщинам, по старше русскоязычных, они как бы самые... Очень трудно все-таки найти работу. Это значит, что мы что-то особенно для них должны делать, переделать немножко нашу систему, чтобы они как бы компенсировать. Но в целом безработица в Эстонии сейчас находится на достаточно низком уровне, по крайней мере, самом низком за последние 9 лет. В марте она составляла 5,1%. У нас есть статистические данные, если на них посмотреть, то видно, что у нас был резкий скачок безработицы в период кризиса. В 2009-2010 году она была на достаточно большом уровне, вот здесь вот видно, да? Аж 16%, да, почти 17%. Почти 17% в 2010-м, потом пошла на спад, ну, небольшое повышение в 2016-м, и вот сейчас вот чуть больше 5%. А какой, на ваш взгляд, оптимальный уровень был бы? Можно еще снижать этот уровень? Я только что... Следующая неделя была в Швеции, и там у профсоюзов есть действительно идея, что это должно быть, как они называют, полная... То есть полная трудозанятость. Трудозанятость. И это значит, что это должно быть на 4% или даже чуть меньше. Так что до этого у нас есть еще время идти. Но близки уже к идеалу, получается. Ну, мы видим, что это как бы начнется растить, растится. И почему это? Потому что зарплаты растут по среднему. Довольно быстро, а это как бы продуктивность все-таки в предприятиях не такое. И не растет. И это значит, что они все время эффективнее должны работать. А это как бы наши рабочие, скажем, работники и нужды от работателей, они это как бы не совпадают. И вот тут и начинается эта работа, как все-таки сработиться. Как все-таки учить или что делать, чтобы наши люди были как бы... Совпадали. Чтобы желания совпадали с возможностями. Спасибо. У нас в гостях был Пеп Петерсон, глава Центрального союза профсоюзов в Эстонии, который недавно был избран председателем Совета Кассы по безработице. Удачи вам в ваших начинаниях, и пусть безработицы у нас будет еще меньше.